Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эха. Сегодня прекрасная глава, мы уже подходим к завершению годового цикла, ну еще немножко осталось, сегодня глава Китово, переводится «Когда придешь», ну понятно, что «Землю обетованную». Это книга «Дворим» второзаконнее, 26 глава с начала до 29 главы 8 стиха, содержание, вообще содержание книги «Дворим», я напомню в учебных целях, 1-11 глава, исторический экскурс, где Моше напоминает некоторые события, которые привели народ к 40-летнему блужданию, ну хождению вернее, в пустыне. С главы 12 по 26 Моше учит народ, как ему жить и строить отношения с Богом и друг с другом в земле обетованной, а в сегодняшнем разделе Моше говорит о том, что ожидает народ в случае повиновения или в случае непиновения, потому что здесь та самая знаменитая 28 глава второзакония, помните, да, где есть благословение и проклятие. Вот, ну и сегодня мы будем об этом говорить. Начнем, знаете, с чего? С 26 главы 16 стиха, там немножко ниже. «В день сии Господь твой завещевает тебе исполнять все постановления сии и законы», ну имея в виду то, что выше, «соблюдая, исполняя их от всего сердца твоего, от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что он будет твоим Богом и что ты будешь ходить путями Его». Запомним это слово «путями Его», да, Божьими. «И хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать глаза Его. Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его. И Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил». Вот смотрите, какие слова прекрасные. «Поставить не просто выше, в чести, славе, великолепии, так что ты будешь святым народом у Него». Амэн. Прекрасное, прекрасное обетование, да, Господа нашего. И здесь в этих словах, я акцентировал, да, что говорится, что если ты будешь ходить путями Его, то здесь говорится о том, что есть некие пути, которому Божьему народу полезно ходить, и Он, короче, поднимет тебя так, что вообще даже этого великолепия трудно представить. В 102-м псалме говорится о том, что эти пути Бог, вернее так, дела свои Он показал, Бог показал народу, а пути Моше. Я часто об этом говорю, понимаете, потому что оно у нас как-то должно акцентироваться, оно должно прийти понимание, что есть некие пути. То есть дела, вот, например, народ увидел, что Бог дал победу, да, допустим, вот они пошли, Бог дал победу. Но Моше знает, почему он дал победу или почему он не дал победу. То есть есть некий путь к победе или к поражению, да. И вот таких путей, знаете, в Писании много, много таких путей. Как прийти к Богу, один путь, да, как познать Его, тоже путь, да. Ну, что там еще, вот, самое близкое, как создать семью, да, как сохранить ее, значит, как вырастить детей. Везде нужны пути. Как расти духовно, тоже есть путь. Ну, как иметь материальное благополучие, тоже есть путь. В Писании все это есть. И надо понимать, это не просто какое-то одно место из Писания, есть определенный путь, да. И вот сегодня тоже говорится о том, что, о пути, да, есть пути, вот посмотрите, какие есть пути, смотрите. Если ты, когда, это второзаконие, та самая 28 глава, если ты, когда перейдешь за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь твой поставит тебя выше всех народов, и придут на тебя все благословения сии. Путь, да, вот, если будешь исполнять, да, все исполнятся на тебе, если будешь слушать Его глаза. Ну, глаз это имеется в виду, не обязательно уйти куда-то в пустыню или там в лес и слушать, там что-то скажет или не скажет, да. Он сказал, друзья, чтобы мы понимали, о чем глаз, Он уже сказал. А конкретно там для вашей жизни, да, то можно ловить. А так вообще-то имеется в виду, что для наших путей верующих, да, в сегодняшнем дне Он все сказал. Итак, придут богословения, но если не будешь, там ниже сказано, да, там 14 стихов ниже, в 15 стихе, если не будешь слушать глаза Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его постановления, которые заповедуют, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Да, такое ощущение, что они где-то и благословения, и проклятия, они ждут просто, да, они есть. То есть нет такого, знаете, Бог стоит и думает, так, сейчас вот ты что-то сделаешь неправильно, бах, значит, там проклятие или там сделаешь правильно, тебе благословение. Немножко по-другому. Работает, понятно, ну, как-то видно даже из контекста, работает некий закон сеяния и жатвы, да. Да, посеешь одно, получишь, посеешь другое, получишь, ну, то есть как бы, оно не то, что ниоткуда, Бог, Он постановил, и они уже работают, эти пути, эти постановления, они уже работают в жизни людей. И восхищает простота. То есть не надо, знаете, как Мартин Лютер, например, вот он хотел угодить Богу, он поехал в Ватикан и поднимался по ступенькам к собору святого Петра на коленях, сбил себе колени, пришел туда и понял, что что-то не то, не тот путь, да. Или там надо обязательно поехать в Иерусалим, к храму к Дому Господню, там то-то, то-то, сделай там, там тебя помажут, и ты будешь, все будет хорошо. Другое здесь, да, здесь говорится немножко о другом, о другом пути. В Библии вообще не говорится о том, что если мы куда-то поедем, и кто-то возложит на нас руки, то придут там глубинные изменения. Там другие пути описаны. И все интересно, что человек сам выбирает, ходить ему в благословение или проклятие. Вот 30 глава, 19 стих, второзаконие, это немножко дальше, я просто привожу. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Избери, да. Сами выбираем. И поэтому, сейчас вспоминается экклесиаст, там сказано, дословно сейчас не понял, но суть такая. Если тебе хорошо, пользуйся, наслаждайся. Бог дал, да. Но если тебе плохо, размышляй. Потому что и то, и другое дается для того, чтобы ты ничего не мог сказать против него. Мы сами, друзья, мы выбираем свою жизнь, значит, мы сами выбираем свои пути и результаты этих путей. В этом я глубоко убежден. Если кто-то думает по-другому, спорьте с Писанием, не со мной. Так, Брит Хадаша не отменяет такое отношение к заповедям. Соблюдение заповедей о чем говорит нам? О том, что мы имеем стремление иметь отношение. То есть у нас есть внутреннее стремление. Если мы соблюдаем заповеди, этим мы показываем, Боже, мы хотим познать Тебя, приблизиться к Тебе. Вот смотрите, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди его, и заповеди его не тяжкие, да? Знаете это. Соблюдение заповеди говорит, что мы имеем близкие отношения с ним. А кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. Вот, понимаете? То есть не мурашки по телу, не молитвы день и ночь, хотя молитвы полезны, а я не о том, да? Ну, имеется в виду не некие ритуалы или такие подвиги якобы духовные, да? А кто сохраняет заповеди, поэтому это все видно. И Бог говорит о том, что нам воздается на земле, если мы соблюдаем его заповеди. И чего не попросим, получим от него, потому что соблюдаем заповеди его и делаем благоугодное перед ним. Ну, все, друзья, чтобы вы понимали меня правильно, все здесь значит, если мы изменимся, да? И у нас будет другое мышление, да? И мы будем просить по воле его, да? То все, что мы просим по воле, вот так говорит Писание, оно исполнится. Это немножко отличается от того, что по воле моей. Вот я провозглашу, я наступлю, я заставлю, я притяну небеса, там и так далее. Это немножко не о том, понимаете? По воле его с измененными мышлением, сердцем и так далее. Вот это все происходит. И дает нам соблюдение заповеди, написано, дает нам небесную перспективу. Смотрите, последняя глава Откровения. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, Ешоа, чтобы им иметь право на древо жизни и войти в город воротами. Аллилуйя! Аминь! Удивительно и, ну, очень трогательно то, что Бог не оставляет нас наедине с этими заповедями. Вот, кстати, тоже такой момент, чтобы не было разночтений. Когда говорят слово заповеди, знаете, ну, это некоторые считают, ну, мы уже во времена благодати, да? Как-то заповеди, это немножко религиозно, там, это Ветхий Завет, там, и так далее, да? Вот, друзья, ну, я вас сразу успокою, да, в том плане, что первая заповедь, любить Бога, что? Всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Религиозно? Нет, не религиозно, да? Вот, поэтому первая заповедь, любить Бога, любить человека, и отсюда уже все остальное, оно как бы вытекает. Если, смотрите, два, есть, как Ешоа говорил, то все остальное, оно уже вытекает. Вот, вот, итак, Бог не оставил нас на дине, Он дал нам возможность, силы исполнять эти заповеди. И от полноты Его, то есть Ешоа, все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дал через Моисея, благодать же истины, произошли через Иисуса Христа. Аминь. Друзья, благодать, вот если вы возьмете, у кого есть, этот, MyBible, программа имеется в виду, MyBible Дениса Долганенко, и там в поисковике наберете слово «благодать», так внимательно проанализируете, и вы поймете, что благодать, она дана не просто, чтобы легко и приятно идти по жизни, это как бы там следствие чего-то, вот, а для того, чтобы мы исполнили, познали и исполнили волю Его. Вот для чего благодать, друзья. Это, может быть, я кому-то открою глаза, но так говорит Писание. Не верите, пожалуйста, откройте, там где-то 20 с чем-то будет пунктов, и можно разобраться. Знаете, и здесь можно было бы закончить на этом, да, ну, благодать, исполнение, да, я вроде бы все сказал. Но есть как бы один момент, который все-таки я хочу тоже закончить, ну, то есть с вами поделиться, тем более у меня несколько минут они есть. Знаете, когда мы рассматриваем, вот мы сейчас, ну, вот мы в течение последних служений, мы в комментариях, которые мы рассматривали, особенно с 12 по 26 главу, именно перечень заповедей, да. Вот, Валентин на прошлом служении прекрасно тоже об этом говорил, о заповеди. Вот, и, знаете, вот как бы можно сконцентрироваться на заповедях, что делать и что нам надо делать сегодня, да, потому что в этих заповедях, ну, тогда, да, заложены принципы, которые нам надо исполнять сегодня. Бог, он, у него нет такого, тогда говорил, а сейчас сказал, ну, я передумал и по-другому, нет-нет. И тогда он говорил, ну, говорил с детьми, да, сейчас он говорит со взрослыми, но о том же, просто, просто по-другому. Вот, и, знаете, когда смотришь на заповеди, через них, ну, для меня, по крайней мере, я особенно вот эти, ну, читал две последние раздела Торы, да, и как-то для меня вот так вот оно стало, приблизилось понимание того, что через это же, ну, как сказать, лицо и сердце нашего Небесного Отца, оно высвечивается, оно просвечивается, понимаете. Любая заповедь, ну, вот смотрите, вот предыдущий раздел, там есть момент, где, я когда-то комментировал, может быть, кто-то помнит, когда молодой воин идет на войну, там, значит, пленница из чужого народа, на которой ему жениться нельзя, но он говорит, я хочу жениться, вот, и вы знаете, нельзя жениться, все, заповеди запрещают, да, но в этом случае воин рисковал жизнью, да, там, увидел красавицу, Бог, он не ломает этого молодого человека через колено, он говорит, ну, хорошо, давай так, значит, месяц, пусть она пострижется, смоет себя макияж, оденется в обретище и будет в пепле плакать, вот, когда она будет такая растрепа, ну, посмотришь, нужна она тебе вообще-то или нет, вот, ну, и дальше там, понимаете, ну, не знаю, как вас, но меня это очень трогает, хотя он, еще раз говорю, он понимает наши чувства, он понимает чувства молодежи, чтобы вы понимали, вот, он говорит, да, это, ну, нельзя, неполезно, ну, будешь иметь проблемы, там, кстати, дальше говорится о том, что если разведешься, значит, вот так вот, короче говоря, не мучай ее, да, вот, потом вот там тоже в прошлом разделе говорится о птице, помните, сидит птица на гнезде, там, если там кто-то ее, значит, там поймают вместе с пенцами, то птицу пусть отпустит, а мать отпустит, мама отпустит, а птенцов может взять себе, я читал комментарии на эту тему, ничего меня не удовлетворило, понимаете, вот, ну, вот как я для себя сделал, смотрите, что значит поймать птицу на гнезде, я был мальчишка, я знаю, что это такое, не ловил, потому что они улетали, обычно, значит, улетали, даже оставили, но если человек поймал, это значит, она, эта мама, она защищала, она прикрывала своим телом, и Бог, вот, в моем понимании, Бог говорит, если ты такой жестокий, да, вот, ну, что, вот, ты даже вот такое тебя не тронуло, ее я тебе просто повелеваю отпустить, заповедь, понимаешь, чтобы ты хоть понятие матери, самоотверженно защищающий своих птенцов, чтобы ты уважал, да, это мой комментарий, как бы, вот это, друзья, это сердце отца, а оливератный брак, это тоже в прошлом, вот, когда, если умрет, там, брат, да, то следующий брат за ним, он должен жениться на его жене, ну, тот без детей остался, жениться на его жене, чтобы восстановить имя, Богу важно наше имя, понимаете, Бог, он, ну, он такой, знаете, ну, он нежный, он, 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 он ласковый отец, понимаете, он, он хочет, ну, ну, чтобы вот, 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 вот до таких вот тонкостей, я, вы услышали меня, надеюсь, да, вот. Но иногда мы что делаем? Нарушаем заповеди, да? Бывает? Бывает. И Бог предлагает нам утешение, вот об этом я тоже хочу сказать. И Бог предлагает нам утешение, если мы такие заповеди нарушим. Потому что мы должны помнить, понимаете, что Бог, он, вот такой вот нежный бывает, а, ну, тот же самый Бог, вот этих грешный мир первый, да, он что сделал? Уничтожил, он был потоплен. В жизни израильского народа не только были благословения, но были и что? И проклятия не исполнились, и мы знаем, что наш мир, он тоже будет испытан огнем, придут серьезные показания, понимаете, да, о чем я говорю. Поэтому во всех случаях, понимаете, мы должны всегда помнить характер Бога, понимаете, он сбалансирован, да, и наш Небесный Отец, он не просто там вот так вот, знаете, ну, написано, что он не любит наказывать вообще-то, знаете, да? Ну, я сейчас не буду искать это место, но там писано, не любит наказывать. Более того, там написано, он даже медлит. Представляете, Бог медлит. Ну, медлит он, почему? Да чтобы грешник покаялся, так Писание говорит. Он не любит наказывать, он медлит. Но если мы, как сыновья и дочери, все-таки грешим, да, есть утешение. Вот смотрите. Вы еще не до крови сражались. Это у нас из Евреям 12, 4, 7. Подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам и дочерям. Сын мой и дочь моя, не принабрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына и дочь, кого принимает. Если же вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как сынами и дочерьми. Ну, я немножко, так сказать, добавляю, да? Ибо, если какой сын и дочь, которого бы не наказывал отец. Друзья, вот пусть это оно как бы всегда будет с нами, да? Бог любит нас, мы говорили. Ну, и всегда у Него есть утешение для нас на крайний случай. Окей? Лучше не допускать его. Согласны со мной? Боже, тебе слава. Спасибо, что ты нас учишь, ты нас любишь. Субтитры подогнал «Симон»